Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Загадка саморазрушения Британии после ЕС на очереди отношения с Китаем. Ирина Алкснис на РИА Новости за 13 февраля 2021 года. Великобритания возмутилась за притом вещания телеканала BBC World News в Китае. Глава МИД страны Доминик Рааб назвал данное решение неприемлемым ограничением свободы слова. Последнее заявление выглядит особенно очаровательным в свете отзыва за неделю до этого британским медиарегулятором лицензии на вещание у китайского англоязычного спутникового телеканала CGTN. АВКОМ объяснил свое решение тем, что он пришел к выводу о несоответствии владельца лицензии предъявляемым законным требованиям. Согласно правилам, владельцы лицензии должны среди прочего осуществлять редакционный надзор за транслируемыми программами и при этом не контролироваться какими бы то ни было политическими структурами. По заявлению АВКОМ он провел расследование, которое показало, что владелец лицензии полностью контролируется коммунистической партией Китая. Доказательства, разумеется, представлены не были, но очевидно, достаточным является факт принципиального расхождения редакционной политики CGTN с навязываемым западным мейнстримом идеологическим и политическим видением, а уж в чем конкретно это проявляется в неправильном освещении китайцами протестов в Гонконге или положения в Синьцзяне, дело третье. Нынешний медиа-скандал между Лондоном и Пекином далеко не первый. По сведениям СМИ, за прошлый год из королевства были высланы трое китайских журналистов, которые, по мнению британских спецслужб, на самом деле были шпионами, сотрудниками Министерства госбезопасности Китая. А еще весь 2020 давала о себе знать удивительная история с рождественской открыткой из шанхайской тюрьмы Циньпу. Ее героем стал Питер Хамфри, журналист, частный детектив и бизнесмен, много лет проработавший в Китае и в первой половине 2010-х осужденный там за незаконное получение личных данных граждан КНР. После освобождения из тюрьмы той самой Циньпу и возвращения на родину Хамфри стал гневным обличителем китайских властей и их бесчеловечного режима. А дальше все было как в плохом кино. В декабре 2019 года маленькая девочка купила в лондонском супермаркете Теску поздравительную открытку, в которой обнаружила душераздирающие послания. «Мы иностранные заключенные из шанхайской тюрьмы Циньпу. Нас принуждают работать. Помогите, пожалуйста. Свяжитесь с Питером Хамфри». Ее отец проникся призывом о помощи, выяснил о ком речь и нашел способ связаться с адресатом. Спустя еще несколько дней прямо под Рождество Санди Таймс вышла статья Хамфри, в которой он же выписал кошмары тюремного рабства и принудительного труда в Китае. Никаких документальных подтверждений или хотя бы малейшей конкретики во всей этой истории представленной не было. Да, ну и понятно, в рождественских сказках они не предполагаются. Но, конечно, это ничуть не помешало СМИ и властям Великобритании моментально и очень громко подхватить тему вопиющих нарушений прав заключенных в Китае. Зато прилетело все тому же CGTN, посмевшему пустить в эфир видеозаписи, на которых Питер Хамфри признается во вменяемых ему преступлениях и приносит извинения за свои действия. Это стало одним из поводов, которые в итоге привели телеканал к лишению лицензии. Впрочем, катастрофическое ухудшение китайско-британских отношений последнего года коснулось далеко не только медиасферы. Летом Лондон резвее и жестче всех на Западе бросился в борьбу с компанией Хуавей. На днях вскрылась еще одна технологическая угроза, исходящая от Пекина. Почти 200 ученых королевства оказались под следствием за неумышленную передачу тому секретных военных технологий. А есть еще Гонконг, по которому стороны схлестнулись не на шутку, не ограничиваясь привычной и угрожающей, осуждающей риторикой из-за китайских действий по наведению порядка, британские власти облегчают въезд жителям специального административного района в Соединенное Королевство и будут предоставлять им гражданство по упрощенной процедуре. В ответ Китай с 31 января перестал признавать в качестве удостоверений личности и проездных документов паспорта британского гражданина за границей БНО, которые выдавались гонконгцам до 1997 года. Остро стоит и уйгурский вопрос, по которому британцы также не ограничиваются выражением глубокой озабоченности. Лондонам уже приняты меры, пока правда в отношении только собственных компаний, которые будут оштрафованы, если их уличат в использовании арабского труда уйгуров. Тонкость в том, что Синьцзянь-Уйгурский автономный район – один из самых быстро развивающихся в Китае, а значит, привлекателен для инвестиций. Соответственно, санкции являются попыткой подорвать усилия Пекина по развитию исторически крайне бедного и слаборазвитого региона. Не трудно заметить, что именно Великобритания раз за разом выступает инициатором конфронтации в отношениях с Китаем по всем возможным направлениям сразу. Это тем более интересно, что еще совсем недавно ситуация была прям противоположной. Две страны последовательно выстраивали стратегический альянс с колоссальными взаимными вложениями и грандиозными планами партнерства. Масштабы сотрудничества были таковы, что совсем не случайно тогда на высшем уровне был провозглашен золотой век в отношениях двух стран. А эксперты хором утверждали, что именно Китайский-Британский союз определит судьбу и лицо планеты в ближайшие десятилетия. Альянс не продержался и пяти лет. Причем ни одна другая страна Запада при всех усиливавшихся трениях с Пекином не разрушает налаженное взаимодействие с ним, да еще с таким яростным энтузиазмом, как это делают сейчас англичане. Более того, перед самым Новым годом ЕС, проигнорировав недовольство из-за океана, успел договориться с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению. Версий, объясняющих странную саморазрушительную политику Соединенного Королевства немало. Одни настаивают, что Лондон вынужден беспрекословно подчиняться поступающим из Вашингтона распоряжениям. Другие полагают, что планы британцев, рассчитывавших по колониальной привычке эксплуатировать китайцев в свою пользу, не сработали. Наоборот, Пекин извлекал больше бонусов из двустороннего сотрудничества. Вот власть острова и разносят теперь вдребезги неоправдавшиеся надежды. Третьи выстраивают сложно сочиненные концепции, согласно которым гениальные стратегии в закрытых лондонских клубах разыгрывают очередную хитроумную геополитическую партию, замысел которой вскроется позже и принесет грандиозный выигрыш их стране. Правда, после поразительно проигрышного по условиям Брекзита, после всех громких скандалов в парламенте и бездарных решений Даунинг Стрит в любую продуманность действий британских властей, хотя бы на два шага вперед, уже просто не верится. В реальности наблюдается только непрофессионализм политиков, сиюминутность их мотивов и искренняя вера в собственную исключительность и превосходство. Это неуклонно подводит к мысли, что британская политика последних лет, выглядящая нагромождением глупостей, ею на самом деле и является. Ирина Алкснес. Загадка саморазрушения Британии. После ЕС на очереди отношения с Китаем.